Если у человека есть желание и цель, для него нет преграды сложностей, которые могли бы остановить его на пути. Эта фраза стала девизом Исмаила Талиева. Будучи незрячим, с университетских времен он занимается любимым делом и помогает другим. Три года он посвятил медицинскому колледжу для людей с УВЗ. Из 2005 года мужчины практикуются массажистом и лечат людей от самых сложных заболеваний. Профессионально обучился, немного работал в санатории, потом перешел по частному массажу. Кабинет открыл свой рядом с домом и занимался детскими всеми видами массажа. По словам Талиева, для многих данная профессия кажется тяжелой из-за большой нагрузки, но не для него. Несмотря на то, что порой и возникают трудности, когда поступают пациенты с запущенным диагнозом или с какими-либо сложностями. В одном случае, даже курс массажа один вам не поможет. Просто надо будет приостановить это заболевание, а потом пойдет лечение. Фильм запускают люди, думают, пройдет, пройдет, но так не бывает, чудеса. На счету у Талиева несколько чудесных результатов. Исмаил рассказывает, как ему удалось поднять на ноги людей, которым врачи не прогнозировали улучшений. Он заместителем директора был, лежачий он был. Они нашли через моего дружка в санатории, он работает. Он лежал, мне пришлось, но я не любитель по домам ходить, потому что очень много времени занимает. Я его вылечил, поднял, все. Сам массажист, несмотря на свой возраст, в отличной форме. А все потому, что он еженедельно уделяет время спорту. Ходить я много не могу ходить, то, что я не вижу. А здесь я нахожусь, включаю разные скоростя, какие устраивают меня. И на слабенькой, и потом бегом. В кабинете у нашего героя все необходимое для оказания медицинской помощи. Разогревающие мази, масла, аппараты для массажа и многое другое. Я приборами пользуюсь. Они под низом, под этой, на полочке лежат. Некоторые вон там, на этом. Когда что, по заболеваниям, я крема использую. Разные по назначению. И приборы. Для Талиева это единственный способ заработка, помимо пенсии. Сейчас отмечают герои не так много клиентов. Несмотря на это, он продолжает идти в своем направлении. Ведь медицина – это его основная деятельность, которой посвятил практически всю свою жизнь. В свободное время он старается заниматься чем-то другим, для того, чтобы не тратить время зря. У меня там в комнате шкатулочки есть. И мы тоже, я занимался. Но там по присмотрам этого преподавателя. А так… Шкатулочки, получается, сделали? Ну да. Две штуки я сам сделал их. Но сейчас довольно этим трудновато. Осия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.